Друзья, всем привет! Продолжаю, значит, знакомиться с миром автосимуляторов на своем, ну, не сказать, что плохом, но и не очень профессиональном руле. У меня Logitech Momo Racing. И сегодня я добрался, наконец, до BMG Drive. Сейчас будет небольшой такой гайдик. Мой руль, кстати, автоматически подтянулся под эту игру, поэтому вообще никаких проблем с настройкой у меня управления не возникло. Ну, у кого возникнет, вам нужно заходить в раздел Venical, и вам нужна вот стейринг, ну, то есть ось поворота руля. Нажимаете здесь, назначаете свою рулевую ось, назначаете потом ось газа и ось тормоза. Там потом уже регулируете, насколько вам нужно там усилие и тому подобное. А сегодня поиграем в какой-то незначительный, может, давайте сценарий, зайдем, поедем, вот, ралли-спуск на такой довольно интересной машинке. И нужно проехать по чекпоинтам на ралли. Игра, кстати, блин, я давно в нее не играл. Играл еще только когда самые первые билды, которые в нее выходили на эту игру. И поэтому, вообще, я помню, просто буду там тестовать какой-то полигон, и все, там все так настолько лагало, что, капец, еще на старом компе. Теперь уже, конечно, комп я с того времени обновил, плюс еще рульчик докупил. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как она рулится. Загрузилась, наконец, в сценарий. Давайте-ка попробуем, поедем, как оно будет и тому подобное. Поедем, конечно же, видом от первого лица. Ох, как она прет. Довольно, блин. Ой-ой-ой-ой. Блядь. Первый поворот и уже помятая обшивка. Ну, а обшивка это не главное. Ой-ой-ой, снос был небольшой по... Так, тут у нас спуск теперь. Протормажим. Даем ручничок, ручничок даем. О. Ну, кстати, блин, не очень что-то активно она реагирует на ручник. Так, теперь, внимание, все, не снижать страсы, потому что тут камни, блин, я смотрю. Ну, можно так впилиться нормально. Опа, тормози, 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 тормози. Пока не будем... ...агрессировать. Трассы настолько я не знаю, чтобы тут сильно прям лететь. Но впечатление какое-то сложить можно от данного... Ой-ой-ой, тихо-тихо, чуть не слетел. Ё-моё. Это мы в каком-то каньоне рассекаем. На копии ауди-кватор, насколько я понимаю. Ой, камень, блин. Наверное, я все-таки переключу камеру. Вот, видят как фото, чтобы лучше было видно камера. Вернее, карта. Потому что так вообще... ...торпеда все перезагружает. Ну, по обратной связи довольно, кстати, адекватно. Каждый снос оси чувствуется отлично. Что-то уже начинает то ли вести, блин, то ли меня уже... ...лючит. Да, обратная связь работает. Довольно-таки классно. Снос передней, задней оси ощущается отлично. Опять камень. Смотри, как опасно стоит. Прямо на начале поворота. Главное, чтобы не сносило с дороги. Иначе там уже труба. Ну, кстати, по ощущениям... ...немногим не хуже, чем ассета Корса. По крайней мере, снос машины и чувство веса машины очень хорошо передается. А физика шин... ...тоже довольно хорошее. ...покрытие передается тоже отлично. На руль ты можешь сразу же чувствовать, где ты едешь. То ли ты по гравийке, то ли ты по асфальту едешь. Единственное, что здесь, конечно, для полноценного погружения в ралли не хватает еще указателей, чтобы понимать, насколько крутой поворот туда, в ту либо иную сторону. Но это уже, извините, что-то немножко подлагивает, непонятно. Как будто прогружается что-то. Ну, её, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, я так и знал, что здесь поворот. На вторую перейдем. И пошел газу пол. Блин, первый раз еду по этой трассе, но довольно-таки сложно, сложно. Неизвестно, что за следующим поворотом, так скажем. Уже обратился, думал дать ходу немножко проехать по асфальту. Но не тут-то было. Так, кстати, с моим оборотом руля тоже недовольно, неплохо получается проезжать эту трассу. Я вообще удивлен. Интересно, как она будет здесь реагировать на дрифт. Ну, имею в виду, машина есть тут специальная для дрифта. Так, у нас тут шпилька идет. В первую. Ну, что-то на низких оборотах вообще не тянет. На высоких довольно хорошо тянет. Вот, как данный руль будет... Он же у меня не 900 градусный. И все-таки, как он будет реагировать на дрифт в этой игре, тоже будет интересно посмотреть. Потому что в игре, допустим, с это корс, дрифтить просто невозможно, потому что... Ну, с моим рулем, я имею в виду, так, тут прыжок, и так понял, да? Опа, есть прыжок. Хэппы спрыгает, капец, туда-сюда. Так, давай, подадим 36. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вода. Брызг я вообще не почувствовал. Зато руль разгрузился, когда я в воду заехал. 38 и 40 почти приехали. Вот, тут уже даже бочком заходим, нифига себе. Опа! Чуть не перевернулся, блин. Так, куда ехать, куда ехать? Ага, все понял. Газпол и... И шо? А, блин, шо, воните, я уже проехал. Эээ, первое место, вау-вау-вау. Ты шо, ты шо, тормози, да? Что-то я повредил, короче. Ну-ка, приедем на стояночку. Так, мужики, ну что, ремонтируйте, блядь, хули? Глушим. В общем, такая вот интересная игра, на мой взгляд. На мой взгляд, очень интересная. Руль ведет себя адекватно здесь. Мне довольно, кстати, понравилось. Как вам данная игрушка? И играли ли вы в данную игру на руле? Ну, а я, если вам понравится данный ролик, буду еще записывать по этой игре какой-то контенш. А на этом с вами прощаюсь. Всем до скорой встречи и давайте пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok